Привет ребята и все кто нас смотрит с вами вновь передача Детский уголок и я Диана Вдовелка сегодня мы поговорим о собаках как они бывают преданы людям и верны своим хозяевам сегодня у нас в гостях мальчик который очень любит животных Максим здравствуйте а ты любишь животных очень люблю а у тебя кто-нибудь живет дома нет пока еще нет но я мечтаю собачьи а собаки это здорово а ты будешь ей чему-нибудь учить буду я буду ее учить разным командам чтобы она знала команду сидеть лежать лапу давать чтобы она знала команду осторожить дом например у меня будет большая сумка я в ней положу вещи если я куда-нибудь пошел я скажу собаке чтобы она охраняла чужих не пускала ты понимаешь что это еще ответственность появится и забота понимаю но зато у меня будет верный друг а ты готов к этому готов а ты любишь петь очень люблю я знаю у тебя есть песня песня мой песик песик заболел мой песик песик заболел высоко черный носик ничего не ел грустно смотря глазки хвостик опустил мордочку на коврик жалоба сложил песик песик мой добрый друг песик 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 Встречает меня он у двери Не прыгает, не лает, не гуляет во дворе Песик, песик, мой добрый друг Не грусти и не болей Песик, песик, мой добрый друг Выздоравливай скорей Вылечу тебя я напою водой Угощу конфетой, косточкой большой Я тебе укрою, ушки расчешу Новую игрушку я тебе куплю Песик, песик, мой добрый друг Не грусти и не болей Песик, песик, мой добрый друг Выздоравливай скорей Песик, песик, мой добрый друг Не грусти и не болей Песик, песик, мой добрый друг Выздоравливай скорей Максим, какая хорошая песенка! Спасибо. Максим, ты что, не слышала хатика? Нет, а кто это? Это легендарный пёс. Хочешь, я тебе про него расскажу? Конечно, конечно. Он родился ровно 90 лет назад в Японии, в округе Акито, на ферме. В ферме решил подарить чунка профессора Хиде Сабура Уэна, который преподавал в университете города Токио. В ферме профессор дал кличку Хатика, что означает восьмой, потому что он родился восьмым по счёту. Когда щенку исполнилось полтора года, он везде следовал за хозяином и был очень привязан к нему. Он каждый день провожал профессора на работу на железнодорожную станцию Сибуя и в одно и то же время встречал его. Но однажды у профессора на работе случился сердечный приступ, и его не стало. А Хатика, как всегда, пришёл на станцию и ждал его, но так его и не дождался. Девять лет он ходил на станцию и ждал его, а ночевал на крыльце его дома. Хатика стал известен на всю Японию после статьи в газете, где написали о нём и его преданности. Все люди жилели его, любили, кормили. В честь Хатика на станции поставлен памятник, который является символом беззаветной любви и верности. Эта история ещё раз подтверждает, что животные чувствуют, когда их любят и отвечают тем же. Максим, а ты хочешь увидеть настоящую немецкую овчарку? Хочу, хочу. А вот и Николай Алексеевич со своей собакой. Здравствуйте! Здравствуйте! А как её зовут? Да вот Саи её. А сколько ей лет? Ну вот годик исполнилось ей нынче. Ой, какая большая уже. Она небольшащая, но в принципе они в росте больше не вырастают. А что она ест? Кушает. Ну кушает она, в общем-то, рыбу, мясо, каши. Каши даже кушает? Молочко немножко. А вы учите её командам? Да, окажем. А покажите, пожалуйста, какую-нибудь. Команду, да? А вот сейчас вот, лежать. Ой, молодец! Держи, Саи, 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 держи. Ой, молодец! Молодец, молодец. Вот я вот хочу узнать, у неё есть вообще друзья там какие-нибудь? Друзья, у неё подружка есть, одна хорошая лаечка, они вместе играют. А куда вы с ней ходите там? Ну мы гуляем, в общем-то, вокруг домов, там парк ходим немножко, на дачу ездим, она там охраняет у нас. А грядки она не торчит? Нет, мы её уже приучили немножко ходить по этим, ну, по дорожкам, да, а на грядки не заходить. Спасибо вам большое! Да это нормально, всё, дружите с животными, с собачками, с кошками, если будете их любить, они ответят тем же, они ответят тем же и также вас будут любить. А теперь вот на память о нашей встрече, чтобы вы не забывали, Саи, вот вам по одной этой фотографии, вот, тебе и тебе. Вот там написано, как её зовут. Немецкая овчарка Сая. Похожа, да? Похожа? Очень похожа. Очень похожа, да? Я её в рамочку поставлю. Нет. Спасибо вам большое! Пусть Сая растёт красивая, умная, смелая, сильная. Всё, ладно, ладно, до свидания. До свидания. Любите животных, а? До свидания. А это ещё не всё. Максим, а ты хочешь видеть другую собаку? Хочу. Это собака породы лабрадор. Какая красивая! Не, не, не бойся. Сейчас он с вами познакомится. Хорошая собака. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, а как зовут вашу собаку? Арни. Что она у вас есть, то что любит? Она кушает специальный корм. Также кушает яблоки, всевозможные фрукты, овощи кушает. Нет, апельсина она не кушает. Это от цитрусовая. Да. Там много витаминов, а корм специальный он кушает. О, господи! В корме много витаминов. Нет, нельзя сидеть. Сидеть! Ждать! Ждать! А вы её учите? А вы её учите командам? Да. Кое-каким командам он учится, но он такой своенравный пёс. Пёс. Играть любит? Да, он очень любит играть. Учить командам – это значит работать. А собаки очень редко любят работать. Для этого нужно очень-очень долго учить. А он добрый, не кусается там? Да, он очень добрый, он очень любит детей, играет с ними. И, в общем-то, даже он практически не лает. Вот. Да. Его ещё нужно дать сладость какую-нибудь, чтобы он залаял. Так просто он не лает. Он очень любит купаться. Не то, что кошки. Конечно. Он специально выведенная порода собак. Вот. Она используется... Да, конечно. Погладьте. Какая хорошая собака. Погладьте, погладьте. Ждать, ждать. Она любит играть? Она очень любит играть. Вот. У него есть свои любимые игрушки. Правда, которых ему хватает ненадолго выживить. У него зубки очень большие. Ну, это видно. Да. И он старается все игрушки просто съесть. И поэтому игрушек ему надолго не хватает. И приходится давать ему постоянно новые. А вы гуляете с ним? Да. С ним нужна... Собака большая, поэтому гулять с ним нужно очень долго. Вот. И не просто гулять, а летом обязательно ему нужно купаться. И купаться очень много. Гуляет он утром и вечером. А вы с ним ездите куда-нибудь? На выставке? Нет. На выставке мы не ездим. Да нет, как бы куда-то там, на девичке там куда-нибудь отдыхать. Обязательно. Мы на природу всегда его берем с собой. Он у нас сидит в машине. Вот. У него есть свое место в машине. Вот. Вот. И он ездит с нами в лес везде. Вот. В лесу мы учим, поскольку это поисковая собака, она используется в основном для поиска людей. Она используется как поводырь для слепых. Вот. Ее еще используют охотники. Ну, не так часто. В основном она в спасательных работах участвует. У нее очень хороший нюх. Он может найти людей. Вот. Или какую-то спрятанную вещь может найти. У них очень такой обостренный хороший нюх. А он лапу дает? Лапку? Угу. Ну, как-то мы его к этому не приучивали. Но, в принципе, иногда, когда он хочет что-то сказать, вот, поскольку он не лает, очень редко лает. И когда хочет что-то сказать, то он привлекает свое внимание тем, что вложит лапу тебе на коленки. Угу. Значит, нужно его послушать, с ним поговорить, что-то ему сказать. И он тебе покажет. Я знаю, вот есть такие люди, которые понимают о животных. Ну, да, для этого нужно любить животных. Очень много ухаживать, конечно. И очень большего времени находиться с ними. Постоянно с ними разговаривать. Тогда они понимают и язык человека, а человек понимает язык собак. Или любых других животных. Спасибо большое за встречу, что показали нам, что он умеет. Я хочу пожелать Арне, чтобы он хорошо слушался вас. И чтобы он умный был, вырос хорошим пёсом. Спасибо. Арне, ты слышал? Слышал? Ну, скажи что-нибудь. Скажи. Голос. Голос. Сейчас он скажет вам. Тише. Нюхай это. Голос. Голос. Молодец. Молодец. Ну, всё, всё, всё. Ничего себе гавкаю. Арне, пока. Любите животных. Не обижайтесь. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!